Приветствую вас, мои родные и любимые, сердце моему дорогие, христолюбчики и братья и сестры во Христе, и все люди на земле. Всем желаю радости, любви, добра, всякого блага, мира, долготерпения в душе, в дома ваши. Всего самого лучшего. Всем вам желаю. Если могу, принимаю какое-то участие всегда в этом, духовное или материальное. Сегодня хочу опять поговорить обо мне любимом, да? Чего он только меня не обвиняет. Вот, был комментарий на канале Андрея Савича, которого я там, я уже запутался, где я его забанил, где не стал. Вот, и он писал комментарий, я не пойму, куда он делся, я его сразу скриншот не сохранил, и то ли он его удалил, то ли я где его банил на том канале, он вместе с комментарием, что ли, такое бывает удалился. Ну, вроде на этом желаю, продолжает писать. Не знаю. Я своими словами передам, почему этот комментарий явился поводом и основанием для записи этого видео. Ну, расскажу своими словами. Смысл был такой, поэтому ничего на экране вам показать не могу, я его, говорю, не сохранил, как скриншот, и куда-то он пропал. Надо, вот, я некоторые комментарии, которые меня цепляют, ну, в хорошем плане, в принципе, даже зацепляют иногда, я же не верю, что я потом что-то там, я и хороший очень часто, когда какой-то вопрос, просто потом в комментариях потеряешь, вот им не помнишь где, вот. Почему точно, что его нету, потому что там есть тоже поиск внутри личного кабинета, фильтр по комментариям, и я когда вбиваю, а я точно помню, что это его комментарий, заелось мне в голову это, и я не могу его найти, вот. Ну, и любой комментарий, а тем более, это он мне просто запомнился, а так, конечно, я же не все помню, поэтому я стал делать скрины, причем потом сразу их обзываю, какая тема, так скажем, для ролика, чтобы не запутаться и не забыть. Вот с этим так не сделал. Ну, ладно, я вам своими словами скажу, это, в принципе, не суть важна. Был этот комментарий, нет, Чевина, и насколько дословно я его процитирую. Комментарий был следующего характера, типа, Дима, мир тебе, по-моему, было. Ну, обычно с этим человеком у меня как мир не очень получается. А покаялся ли кто-нибудь от твоей проповеди в деревне? Проповедуешь ли ты в своей деревне там, Пузево? Ну, сейчас я не в деревне, кто знает, сейчас я в Сочи, приехал передохнуть немножко, вот. До этого я год тоже был не в своей деревне, вот. Это не суть важна, где находится человек. И вот Андрей, так, я не знаю, как он опять, с подковыркой, как в Евангелии написано, искушая, подкапываясь под Господу, задавали вопрос. Вот он, типа, покаялся ли кто-нибудь от твоей проповеди? Кто-нибудь в деревне там, несешь ли ты куда там Евангелие, вот, кроме Ютуб-канала? Ну, я решил ответить. Ну, начну я, знаете, мне просто хочется почитать некоторые места, да. Помните, в Евангелии это Анна, крестителю, его свидетельство Анна, который, когда иудеи прислали из Иерусалима священников Лизу, спросить его, кто ты? Он объявил, и не отрекся, объявил, что я не Христос. И спросили его, что ты? Илия? Он сказал, нет. Пророк, он отвечал, нет. Сказали ему, кто же ты, чтобы дать ответ пославшим нам? Что ты скажешь о себе самом? Я глаз, голос вопиющего в пустыне, исправьте путь к Господу, как сказал пророк Исаия. Ну, и там дальше я немножко пропущу, да. Вот вы знаете, вот эта картина моя любимая, Иванова, вы помните, да, явление Христа народу или Богоявление. Вы помните, как вот этот Иоанн Креститель здесь хорошо изображен, мне всегда нравится вот так он, да, показывает на Иисуса. И вот весь завет на Иисуса показывает, на самом деле, на истину, на любовь. И потом, вы помните апостол Павел, его любимые слова, мною любимые, точнее, надо так сказать. Вот, а мы проповедуем Христа распятого, да. Я ничего не хочу знать, кроме Креста Христова, да. Вот, а мы проповедуем Забыл, да, ну, вы помните лучше меня, наверное, что распятие и воскресенье, да, суть Евангелия. Вот. Крест и воскресенье, да, как там Павел говорил по-другому, да. А, мы проповедуем Христа распятого и воскресшего, для людей в соблазн, для еленов в безумие, да. Все, что мы проповедуем, это любовь и бессмертие. И ты свободен выбрать между этой, между жизнью, между любовью и нелюбовью, между бессмертием и смертью, да. Человек, ты свободен. И выбери сам быть тебе в бессмертии блаженным или несчастным, да. В твоем вечности. И вот это прекрасный образ. И я, у меня есть ролики на эту тему, это ролики о пастырях, на канале можете найти плейлист. Кстати, в принципе, этот ролик я туда тоже добавлю в общий плейлист и в плейлист о наставниках. Учителях, на лайве у меня есть плейлист. Кому интересно, пастыри. Вот все, что касается темы. В принципе, этот ролик будет из этой же серии, да, темы. Тот же Иоанн, кстати, учил любви, да, вы помните. Его спросили, приходили и спрашивали, что нам делать. Он говорит, у кого там две одежды, отдай нищему. У кого там две похлебки, сделай тоже. Кому интересно, посмотрите на христолюбие, чтение, писание. В моем исполнении, с вашего позволения, я кофейку немножко попью. Вот. И я там это все показывал, да, вся суть учения. Что Иоанн Креститель? Мы знаем, учил обряды. Он, кстати, был из колена левитов, да, из священного рода. Он не был священником. Он просто учил любви и показывал на Иисуса, как образца этой любви. А Духа Святого он был тоже исполнен, а поэтому это Дух любви, да. И учил он каким делам? Делам любви. Делам, кстати, они как не вере. Не вере, а делам любви. Протестанты, конечно, они от этого с ума сходят, что как же надо дела делать? Делами спасаться, конечно. А как же иначе? Каждый будет судиться по делам. И дело каждого, дело, не вера, а дело, откроется. Кто делал доброе, получит доброе. Кто злой, получит. Но на самом деле просто откроется твоя сущность, которая полна либо добра, энергии добра, а она проявлялась в делах. Если не было дела, значит, не было в тебе никакой энергии любви или добра. И еще я хочу вам так напомнить, почитать. Помните, на самом деле Господь в двух местах говорит, сначала помните, вся десятая глава, видите, она у вас на экране, вы знаете, как я люблю выделять все разным цветом, речи Иисуса. И десятая глава от Матфея, чтобы сразу контекст я вам объясняю, вы видите, это когда Господь призвал 12 учеников своих и дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять бесов и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 апостолов такие-то имена и заповедовал им Иисус, говоря, на путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите, а идите наиболее к погибшим овцам дома Израиля. Хотя же проповедуйте, что приблизилось царство небесное, больных исцеляйте. Тут очень интересно, можно прочитать все. Я остановлюсь, а знаете, когда прочту, особенно кто слушает последовательно мои ролики, я следующий ролик буду записывать о любви к врагам, и я прочту вот эту главу. Сейчас мы с вами коснемся только проповеди. Хотя тут всегда у Господа присутствует любовь, и в чем она выражается, в каких делах. Бегать от своих врагов – это тоже любовь. И заметьте, что он им говорит. Он им не говорит идти проповедовать язычникам, не говорит даже проповедовать самарянам, а ведь это такие же евреи, кто не знает. Долго не буду рассказывать, кто в теме, тот знает. Но это евреи, а язычные немного. Ну и разделившись просто с коленами, как всегда, из-за чего? Из-за целлофанового кулька, как я говорю, да, поссорились. И уже в 15 главе, я напомню, контекст. 15 глава, смотрим, да. Тут тоже контекст есть. Это помните, когда, и выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские Сидоны. То есть меняется контекст, я вам говорю, что это невырванный кусок. И вот женщина Хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему, помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. Но он ей не отвечал ни слова. И ученики его, приступив, просили его отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. А она, подойдя, кланялась ему и говорила, Господи, помоги мне. Он же сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала, так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Тогда Иисус сказал ей в ответ, о, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час. И придя оттуда, перешел Иисус к Морглейскому и, взойдя на гору, сел там. То есть мы с вами прочитали конкретный кусок в контексте. Что мы видим из Евангелия? И напомню уже, не буду читать своими словами книгу Деяний. Что мы видим первые ученики? Верхоапостол, или как он называет, Верховный Апостол Петр, который отправляется сначала к Иудеям идет. И лишь случайно он, не случайно, Господь их посылает в Самарию. И мы знаем, что уже они крестят самарян впервые. Потом мы знаем, что уже Господь посылает его, помните, в доме Сотника. И первый раз происходит крещение язычников. И мы понимаем, причем без всякого водного крещения, без обрядов. Кто в теме, тот знает мои ролики. Посмотрите, как я читаю книгу Деяний на канале Христолюб. И то же самое вспомните Павла. Он идет сначала, как говорит, сначала иду к иудеям, когда они отворачиваются, все, он говорит, иду к язычникам. И единственное, что я вам скажу, вот здесь из 10 главы зачитаю. Не берите с собой ни золота, ни серебра. Вот это давайте мы все-таки прочтем. Я дочитаю в следующем ролике вторую часть. А первую мы прочитаем. А входя в дом, приветствуйте его, говоря, мир дому вашему. Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слова ваших, то выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших. Ну, символическое действие, да? Истинно говорю вам, отраднее будь земле Содомской и Гаморской в день сюда, нежели город тому. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. И так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Все, на этом я торможу. Дальше больше относится к любви, да? А как поступать с людьми, это дела любви. Мы его рассмотрим в следующем ролике. А вот отсюда из всего я немножко набросал вот этих мест писаний, достаточно больших, многогранных, как я люблю, с контекстами. Не просто там один стих вечно вырывает. Вся проповедь построена на пяти стихах из разных мест. Это все законченные куски. Десятую главу я специально не заканчиваю. Она немножко уже не к нашему смыслу. Ведь Господь в большой речи, как и в моих роликах, конечно, много. Можно маленьких тем выделить. Я поэтому тормознусь. Просто по сути я разделю, получается, вот даже эту десятую главу. В следующем ролике я о ней вспомню. Мы ее дочитаем о любви к врагам. А сегодня в этом ролике сейчас я договорю именно об этих мыслях. И вот мы видим, как они посылаются. И, кстати, вот они не берут там ни сумки Господь им не заповедут брать. Почему? Они будут ходить по своим. По своей земле, по иудеям. Ну что там ходить-то? Не надо набирать. Прокормят тебя тут все свои. Вы вспомните, что потом он, помните, он ему говорит, раньше я вам говорил не брать, а теперь возьмите сумку, потому что пошлет он их теперь далеко. И там всякое будет. И далеко не все вас будут принимать. И я говорю, сейчас я вот постараюсь не пересечь вот эти две темы, а любви к врагам, что вот там праха трясите, хоть я немножко коснулся, прочитал, да? Это я хочу, говорю, в следующем ролике. А в этом сама суть проповеди. Вы знаете, каждый человек в этой жизни должен найти себя. Еще апостол Павел очень хорошо писал потом, что Бог ставит одних. Не только там, на самом деле, у нас люди все в этих церквях, организациях ставят друг к другу, и все потом преклоняются. Вот это бред. Бог ставит талантами, дарами. Кому дар слово, кому дар мудрости, кому дар служения. Люди помогают вот эти все. Поэтому там дьяконы есть. Кому-то действительно Господь вообще откровение дает, то есть пророчество, да? Кому что, да? Знания языков, да? Вот человек может переводить лингвистические знания. Это тоже здорово, да? Можно какую-то истину другим народам проповедовать. Ты можешь это здорово, да? И вот, конечно, каждый должен найти себя, да? Сердце рвать. Если у тебя нет таланта, ты можешь ревновать. Ты можешь просить. Ты обязательно должен трудиться. Это факт. Мы все себя развиваем. Бог дает какие-то таланты, но на наше усмотрение, на наши силы... Да, Бог может без талантов тебе дать первым ученикам, апостолам. Господь дал вот этот дар языков иностранных на разных языках говорить со всеми народами, чтобы они понимали просто так. Не трудились, не развивались. Да, Бог много давал на халяву, чтобы эти чудеса покоряли, и евангельская весть быстро распространялась. Но в жизни нам приходится трудиться. Сам Господь сказал еще, когда Адама с Евой изгнал из рая, точнее, они его и сначала Бога из своего сердца изгнали, что будете возделывать землю и трудиться, ибо труд благословен Богом, на самом деле мы от него тоже испытываем радость. И в этой жизни, конечно, Бог что-то дает, мало, больше, на халяву целиком. Это не наше умодело, как он дает и почему так распределяет. Но то, что у нас есть, конечно, в наших силах, возможностях и, в принципе, обязанностях развивать, шлифовать, совершенствовать, как он сам говорил. И апостол, его также призывал апостол Павел. Стремлюсь, не до совершенства, не достигнули. И тут, вы знаете, нельзя никого судить. Меня, я комментарий жалко не сохранил, чтобы вам точно читать. Но я же уже чувствую, это в Андрея давно, он все время меня подковыривает. Я вам скажу, вы знаете, я этот ролик хотел записать вообще на мобильник, съездить. Я же в Сочи сейчас, на Новый Афон, в Абхазию. Я там был, в принципе, не в храм сходить. Я как раз тогда, когда ездил, тогда мне еще эта тема вообще не потрясала. Далек до этого был, мы просто на экскурсию в Абхазию ездили. Я так немножко отвлекусь, скажу. И я сидел просто, там есть такой парапетик, такой красивый пейзаж, горы, все это море, сам этот храм. Я потом в него, правда, зашел ненадолго и вышел. Там я с девушкой же ездил, она ходила. Ну и было же в плане экскурсии этот Новый Афон. Я думал, туда бы съездить, на этих камешках посидеть и так, знаете, с таким видом. Как-то тематично записать, да. Я же не издалека, не миллионы бы потратил, чтобы такой ролик записать с красивым антуражем. Ну, вы знаете, я сейчас проще к этому отношусь. Эти ролики, все это канает в лето. Старье мало кто смотрит, всем нужно свеженькое. Хлебушек небесный, свеженький, прям с печки, с пылу, с жару, с хрустящей корочкой. Я поэтому перестал много тратить сил. Но я на какие-то моменты, конечно, обращаю внимание, там, делаю шлифую, что-то отпадает. Или на время отпадает. Я говорю, сейчас я не стал заморачиваться. Нельзя сказать, сколько там времени будет, как ходить, что там за окружение, полу здесь нет. Нет, я думаю, вот так, с простой комначки, как обычно, скажу, да. Я люблю прикалываться, вы, наверное, все-таки заметили, да. Поэтому я вообще ролик думал назвать, думаю еще назвать, или там на картинке назвать. Я послан к погибшим овцам Церкви Христовой. О себе заявить. Мессия. Смешно, да и правда, да. И вот не зря я там Ван Крестетеля прочитал. Кто ты, кто мы там, да. Вот Андрей как бы тыкал меня, я так понимаю, в смысле, кто вообще от твоей проповеди кается. И вы знаете, я уже вот на опыте этой своей жизни, проповеди ютубовской, вот этой деятельности, блогерства, общения. Я вот понял одну вещь, как минимум, уже вот из этого пользы, да. Почему сам себя как бы мотивирую, когда мне даже плохо, больно, что-то бывает, неохота записывать что-то. И зачем я это думаю, да, и кому это надо. И, конечно, прежде всего проповедь нуждается, как вы думаете, кто? Христианство. И заметьте, и, кстати, многие на это обращают внимание, я так даже в ютубе слышал от проповедников, от обычных, причем, проповедников, простых, смертных. Ребята замечают, что не к погибающим, причем все переводы так говорят, а к погибшим. То есть овцы дома Израилева, Израиля, дети Авраама, были погибшие. Они не погибающие были, а погибшие. Вот я вам скажу, что христианство точно такое же. Еще с тех времен, если верить 2000-летней истории, я лично считаю, что это как раз с тех времен, когда она стала государственной. Это как раз 3-й век, 4-й, 325-й этот год, собор, и пошло-поехало. Когда христианство стало религией государства, все, там уж точно прям крышкой медной можно накрыть и выкинуть все это на помойку. Оттуда понеслась вся эта. Потому что Иисус государством не имел ничего общего, так скажем. Он не противился нормальным его законам, но он и не подмазывался под него. С тех времен все стало окончательно плохо, так скажем, в христианстве. Оно и 3 века там, неизвестно как все было, а уж потом вообще плохо все стало. И вот, вы знаете, в проповеди, причем чего? Вы знаете, 3 божественные сущности основные, неизменные. Не важно в какой-то религии, где ты находишь, хоть татейст. Это любовь, свобода и бессмертие. Я всегда об этом говорю. В Иисусе мы все это видим, да, и в природе. То есть и в макро, и в микро, и в микромире. И в начале, и в конце, да. И вот христианство, вы представляете, нуждается в проповеди вот этого. Любви, бессмертии и свободы выбора между этими вещами. И вообще свободы человека. У них же там рабство просто железное, такое косматое. Никакой свободы там нету. Никакой свободы мысли, свободы движений. Все, ты раб. Попал в религию, ты раб. Поэтому им нужна проповедь. Любви. Потому что где рабство, там нет никакой свободы. Где есть там эти господины, начальники, вся эта система. Нет. Там нет никакой свободы. Поэтому там нет никакой любви. Или наоборот. Там нет любви, поэтому нет свободы. Где нет любви, там жажда порабощения, власти, господства. Помните, сатана Иисуса соблазняла. Все мне приятно, всех дам тебе. Всех и все и вся. Это жажда власти над людьми, порабощать их. И в бессмертии, вы знаете. Я общался в ортодоксе. Поют Христос в воскресе, сами не верят в бессмертие. Я же с многими общался. Реально мне в глаза говорят. Ну а кто тут приходил? Я говорю, ну ты же при храме даже работаешь, я знаю. Ну не знаю, я не верю. Любые протестанты там еще вот именно сталкиваются, боятся смерти. Помолитесь, помолитесь, я умираю. Ой, мне страшно. Ну если ты так веришь в Иисуса, в бессмертие, в Бога, в любовь. Чего ты боишься-то? Потому что там Царство Небесное тебя ждет. Не веря. И вот прежде всего, я послан к погибшим овцам Христового стада. Это да. Конечно, можно понавырезать опять из моих роликов кучу фраз. Я в этом плохого ничего не вижу. Ничего горделивого, как мне тыкают, нарциссического, прелестного. Действительно, Христового стада, так называемые, те, которые себя ими именуют, нуждаются в этой проповеди. К сожалению. К сожалению. Они нуждаются в том, что говорить нужно о любви, об обучении истинном, о сущности бытия, в которой есть любовь. Это не их нерелигиозные обряды, все эти учения, все эти все, что они соблюдают, ходят, вот это все слушают, читают. Это все не нужно. Иисус это не проповедовал. Никакому Богу, ненормальному человеку это не надо. Это никогда не сделает его ни в коем разе лучше. Ни на вообще, ни на какую долю, ни на грамульку. Это никак не приближает человека к Богу. Кто-то мне скажет, не отдаляет, я не знаю. Но если не отдаляет, ну уж точно не приближает. Это хоть ты тресни. Так что прежде всего они нуждаются в этом, да. И вот вы знаете, я свою миссию вижу в том, что да, слушают христиане, казалось бы. Чего нового говоришь? Ну вот нуждаются. Те, кто уже слушают, те, кто еще будут слушать, те, кто случайно натыкается, да, нуждаются. И я вас уверяю, почему я никуда, причем сейчас современный мир, есть YouTube. Да, казалось бы, это пассивная проповедь, ты никуда не ходишь. Но ты тоже трудишься. И сейчас люди сами ищут. Вот. И по сути, кто знает, я и сам выходил на блогеров, на всех, на проповедников. И в разные входил группы. Я пытался, если честно. Честно, меня это немножко... Вот где Господа гнали, я уже во столько мест потыкался. И тоже отовсюду гнали. И я думаю, да ну вас. Кому надо сейчас, тот сам найдет, да. И я говорю, у каждого может быть своя миссия. Кто-то... Я, кстати, не осуждаю людей, которые там и с табличками стоит, Иисус там любит тебя или еще что-то. Ради Бога, кто как хочет. Вот. Хотя я не считаю, что каждая проповедь, она правильная, да, что вот это приведет к Иисусу, к истине. Вы слышали, как я там Лариса раз написал в комментариях опять там о православии, что вот оно там кто-то к истине приходит. Нет, я не верю, что через проповедь религиозных сект люди приходят к истине. Слышат об Иисусе, да. Такие слова, как Библия, Новый Завет, Ветхий, Евангелие бытуют в мире, как это говорят, да. Хотя бы плавают у людей на ушах, да. Хорошо это, ну может быть хорошо. Но что религиозные проповедники приводят людей к истине, в это у меня не то, что ни грамма сомнений, а вообще нет сомнений, что они не приводят. То, что потом человек может прийти, ну может прийти, может нет. Я зачастую на опыте вот вижу, общаюсь, что люди так заквашивают с этим, что потом уже не расквасить, по крайней мере в этой жизни. И как Господь говорил, не вдвое ли худшими их делают. Самих себя, сами такие еще вдвое худших делают. И все это море и сушу обходит. Не знаю. Истинная проповедь, да, это важно. А проповедь лжи, религии, не знаю. Не могу сказать, я не бог, а ценить, насколько это приносит пользы или вреда, конечно. Ну, на моем сердце лежит, что это все больше вреда, чем пользы. И поэтому, вы знаете, проповедь любви, бессмертия и свободы христианам, это немаловажное дело. Сам Господь пришел, вы знаете, нездоровый нуждает, имеет нужду во враче, а больные. Это тоже немаловажный факт. Вот ты проповедуешь язычникам. Да вы знаете, язычники, наверное, 90% в раю будут со Христом, потому что ноги их одевают, голодных кормят. А вот вы, погибшие овцы стада Христова, не знаю где. Мне кажется, да, кто серии, Господи, Господи. Не все так говорящие войдут ко мне. Поэтому, знаете, миссия проповеди христианам, именно, это очень тяжело. Именно это противники. Вы помните, Израиль. Израиль – это богопротивник, борющийся с Богом. Вот проповедь христианам истины, которые в любви, смирении и свободе, это большой труд. Вы знаете, я вам специально показываю, что приходится терпеть. Да, на расстоянии можно этого избегать. И вот мы с вами о любви к врагам в следующий ролик я запишу, послушаем, что от них надо бегать. И хоть это образно ты, вернее, в реальности убегаешь, что ты на ютубе от них убегаешь. То есть Господь сам так делал. И учеников учил. Как учитель, так и ученики должны поступать. Но эта тема не сегодняшняя, я о ней позже скажу. И вот по поводу проповедь. Поэтому в первую очередь я увидел то же самое, что прежде всего надо спасать именно христиан. Именно христиан. И при этом, вы знаете, вот как раз мы очень удачно, это 15 главу, случай, где Иисус там же язычница просела. И он ей как будто отверг, потом помог, да. Но вы вспомните, казалось бы, Господь говорит, я послан только к овцам дома Израиля, погибшим. И тут же спокойно общается с сотником. Исцеляет его сына, проповедует ему. Говорит, что больше веры, чем у него, он вообще в Израиле не находил. И не отнекивается ему помогать. Вы видите, что он общается со всеми. Со всеми по-разному. Всем разное говорит. Все по состоянию души человека, для назидания окружающих. Конечно, Бог есть любовь. И я точно так же общаюсь, конечно же, со всеми. Всем по-разному я отвечаю. У меня нет какой-то шаблонной проповеди. Я особенно, ну, с христианами даже, и то вот, и на одному, это один на одном уровне, на другом. Ну, и точно так же с язычниками, так их назовем. С нехристианами лучше так, вернее, назовем. Я очень по-разному общаюсь. Я общаюсь. Да, громогласно я как-то не проповедую. В реальной жизни, на Ютубе, в принципе, куда я щемлюсь. То есть я, как вот сейчас принял такую пассивную проповедь, она всегда такая, что ли, была. Я не знаю, как сказать. Я говорю, я точно могу вам сказать за себя, и личным опытом поделиться, и личными знаниями, и, мне кажется, всеобщей мудростью, да и Божьей мудростью, и, как я уже сослался на те слова апостола Павла, что у каждого свои дары. Кто-то так, кто-то иначе. Надо быть собой и совершенствовать то, что в тебе есть. Да, к чему-то себе надо понуждать, к новому. Тебе кажется, что у тебя не получится, а ты попробуй, может, получится. Попробовать так, попробовать сяк. Ну, каждый должен заниматься тем, чем должен. В том же Израиле пророки были вообще чисто для своего народа. Хотя там, кстати, тоже разные вещи были. Сейчас не будем уж сильно распыляться. Поэтому вот я вот так вот. Прежде всего, да, я ощущаю посланным. И я, кстати, об этом давно говорил. Сейчас просто опять вот. Почему говорю, вот эти комментарии, кажется, ой, вот ты Андрея там банишь, а сам его комментарии, глянь, какие берешь, и пользуешься как раз роликами. А я об этом говорил. Поэтому, если честно, вот есть этот комментарий, нету. Можно Евангелия читать. Я вам тоже самое сказал, читая вот эти главу. У меня бы те же самые мысли и чувства на сердце были. Я бы с вами ими делился. Вот об этом, кстати, я говорил еще очень давно. Еще, по-моему, при беседах своих вот со всеми там, кто мне звонил на канале «Беседы христолюбцев». Я тоже это говорил. Я говорил, что христиане больше всего нуждаются. Что им надо все это проповедовать-то. Вот. И поэтому у каждого свой талант. Я говорю, кто там от тебя, кому-то там, кого-то к Иисусу привел. Если честно, и против этой проповеди протестантов, поверь в Иисуса и спасешь. Его именем. О любви трындеть тоже всем на свете. Просто так. Причем я язычникам проповедую как раз любовь. Вот этот год, кто меня знает. Я все время говорил с ними о любви. На работе. Я все время в делах показывал, говорил, воспитывал. Кто мне подчинялся, имея такое право над ними. Мог там и морализаторство. Старался к этому подводить. Причем еще не до Евангелия. Что толку им это Евангелие рассказывать-то? На своем примере надо показать. Я пытался им святить. Своим вот этим отношением. Вроде бы начальник. И не просто справедливый. А именно по любви поступающей. Пытался им себя показывать это. Вызывал на эти дуэли. Ты думал, там, о, антикризисное управление, знаете, какое-то жесткое. Это вот не хуже проповеди иудеям или своим христианам теперь. Или иудеям в ветхозаветное время и в новозаветное. Вот когда у меня подворачивается, мне подбрасывает работа вот эта антикризисного управляющего. Это, вы знаете, это такой жесткач. Я даже сам все думал, надо мне это, не надо. Зачем я опять решил этим заняться? Это такая грэ. Ты и прессуешь вроде людей. Ты вроде, тем более я. Я, причем, первый раз, в принципе, после покаяния опять на эту стезю, ты вернулся. Меня вот позвали. Это, да. Вот именно свои меня достали. Уже сил нет. Вот здесь сидели. Я же ролик записал. Что-то тошноты все. Это уже. Я вот поехал. И, вы знаете, я стал практиковать. А вот какой я после? Как я буду себя вести? Вы думаете, я там все позабыл? И во все тяжкие, что ли, ударился? Нет. Я стал применять. И как мне многие укоряли. Ой, да ты там сидишь в думушке в пещере. Легко тебе там о любви. Соловьиные песни-то петь. А ты вот попробуй. Знаешь, как нам в миру тяжело. Тут на работе прессуют. Ну вот я попробовал. Я говорю, я все это применял. Я анализировал. Думал о своих поступках. До них. После них. Во время их совершения. Всегда я над своей жизнью задумываюсь. Где-то я, возможно, перегибал. Ошибался. Где-то извинялся. Просил прощения. Точно так же. Сам себя корил. Я говорю, потом перед человеком извинялся. Слушай, я вчера был грубоват. Прости меня. Я не прав. В этом я не прав. Я тебе скажу по-другому. То, что я думаю. Так что я выбирал свой путь. Я делал так, как я считаю нужным. Я не подковую. Да, у меня есть пример. У меня есть Иисус. Тот нами описанный. У меня есть послания апостолов. Книга Деяния с их жизнедеятельностью. У меня есть Ветхий Завет. У меня есть мудрость, как я говорил, какая-то до этого. Откуда я что-то только не читал. Жизненный пример. Любой актер, любая притча, где-то когда-то сказанная. Я все стараюсь теперь благое в жизни своей воспроизводить. И из сердца своего просвещенного о Небесном Царстве, мудростью книжника, когда-то научной, до и после, сейчас всю эту мудрость, до сих пор познавая ее в бесконечности, я стараюсь все это во благо направлять. Так что каждый своим делом должен заниматься. Я вот пишу эти ролики. Я надеюсь, что христиане, прежде всего, действительно познают истину. Христиане по названию. Вы помните, как Иоанн Богослов прекрасно в своем послании сказал. Нам дана власть называться, и там не точка стоит. Я всегда акцентировал это внимание, когда читал. И быть. Не просто поверить. А дела сотворить. Называться и быть детьми Божьими. И там прекрасно прикрепляются стихи. Помните, старозаконие очень часто приводил, где Господь укорял еврея. Говорит, вы потому не мои дети, а я не ваш отец, по порокам вашим. Потому что я благость, и вы исполняете благо, вы дети мои. Вы злые, порочные, грешные, вы мне не дети. Вот так вот. Поэтому каждый должен заниматься своим делом. Проповедь христианам нужна. Еще как. В первую очередь. Это и есть те больные дети теперь в новозаветное время. Это и есть тот погибший стадо Церкви Христовой, стадо Христово. Погибшие овцы, члены Церкви Христовой, тело Христово. Это погибшие члены, отмерзшие уже половину, уже вообще мертвые. Погрязшие во власти, в богатстве, в разврате, в обмане, во лжи, в коррупции. Там, во всем на свете. Вот. В этой религиозной культовости, в ненависти ко всем инакомыслищам. Вот это все. Когда церковь дошла до сжигания, до уничтожения, до репрессий инаковерных. Все. Это уже никакое не тело. Это уже мертвое тело Христово, так назовем. Хотя оно не может мертвое. Просто они уже сгнили от него, отвалились члены. И вот они нуждаются в воскресении даже, проповеди. Вот эти слова Иисуса можно духовно очень хорошо применить. «Исцеляйте, бесов там изгоняйте, мертвых сгрешайте». Члены церкви. Вот этих вот. Он же послал, говорит, к общим ковцам дома Израилева. И он их и говорил, все это делать телесно. Вот это с ней и души у них точно такие же у многих. Соответственно, вот этим телесным болезням, порокам, смерти даже. Господь говорит, все это делайте. Вот что надо делать. И христианство, оно, если католики утверждают, что их больше миллиарда, и всех остальных взять, православных, протестантов, всех самых милимизерных сект и таких, как «мы с вами свободны во Христе», пусть два миллиарда наберется. Они нуждаются в проповеди истины, которая в любви, свободе, в любви, бессмертии и свободе, выборе этого всего. Да и вообще в своей собственной свободе. Так что вот так вот, в принципе, я, наверное, все сказал. Примеры вам какие-то евангельские тоже напомнил, какие действительно формируют мое мировоззрение, не знаю, как ваше. И каждый должен на кого-то равняться. Вот это так, делай так великий, а ты же не так, ты же до него не дать. И надо делать каждый. Кто-то из вас вообще ничего никогда не проповедует и никогда не будет. Не надо от этого не смущаться. Кто-то может служить, кто-то может поддерживать. Каждому свое, вы помните, это прекрасно. Каждому свое. Поэтому каждый должен заниматься своим делом, искать себя, найти себя, не зарывать свой талант, его развивать на благо. На благо. Себе, кстати, в первую очередь, очень не любит вот этот эгоизм, прелесть, гордость. Нет себе. Никогда никого не сделаешь счастливым, я всегда это утверждаю, пока не будешь счастлив. Никогда. Но как ты улыбнешься, ты сам грустный. Кто рядом с тобой будет улыбаться? Если ты сидишь чернее тучи. Мир, счастье, благо надо обрести сначала в самом себе. Это окружающие без лишних слов почувствуют. А скажешь что-то, а сделаешь, это все просто проявится, и они поймут, что то, что они чувствуют, это правда к тебе. Вот и все. Так что вот так вот. И проповедь, она многоразличная. Кто-то только своим близким проповедует, образно говоря, и светит. Кто-то чуть подальше, кто-то на работе, кто-то действительно по улицам ходит, кто-то в далекие страны ездит, кто-то вот на Ютубе. И все по-разному на Ютубе. Поэтому тут что сказать. Я говорю, кто-то на Ютубе сам проповедует, кто-то беседы ведет, кто-то готов эти баталии. Вот я, в принципе, готов вступать, вы знаете, я могу. Дискутировать и дебатировать, и беседовать, и слушать, и говорить. Кто-то этого не может, кто-то, может, одно не может, другое. Хотя я, в принципе, по улицам не склонен ходить. Ну, я говорю, уж тем более не склонен ходить. Говорит, уверуй в Иисуса и спасешься. Нет, это... А вот любите друг друга, это да. Полюби и спасешься, так можно. Ну, нет у меня какого-то... У меня были потуги. Я пытался как бы, ну, как-то, знаете, против воли вот это. В чем-то надо себя понуждать, но не ломать. Ломать и понуждать, это разные вещи. Идти против течения, когда это не твое. Я, знаете, по жизни принял позицию плыть по течению. Но только плыть, не забывайте. Это очень важное слово. Можно лежать в аляции, как какашка, простите, по течению, с реки сгребать. А можно активно грести вдоль течения, чтобы быстро-быстро добраться до финиша. Вот. Я тружусь, но по течению. Я смотрю, как Господь направляет мою жизнь, устраивает. И я в соответствии с ней что-то делаю. А идти совсем наперекор, ничего это не даст. Бог все равно управляет твоей жизнью. И для тебя есть свои планы, действия на самом деле. Голову там сильно ломать тоже не надо. Какой план у Бога на меня? Да ты сегодня что-то делай из сегодняшних обстоятельств твоей жизни. Вот и все. Не ломайся. Не надо там Богу в голову залазить про судьбу свою и спрашивать. Ты живи, как живешь. И что у тебя на сердце Бог тебе открывает, то и делай. Другой вопрос, что это просто тяжело. И кто-то там какие-то восстают силы. И да, ты можешь противостоять этому. Бороться, если ты чувствуешь, что ты на правильном пути. А плыть по течению, когда у тебя узей с ней лежит. И ты что-то пытаешься, как говорил, одно место рвать. Ну вот так хотел с вами поговорить. И на этот, по сути, там вопрос ответил. Он мне в принципе же вопрос задавал. Немножко опять рассказать. Найдите себя, занимайтесь своим делом. Вот даже в этом, религиозном или в жизненном. Это все равно очень важно. А любовь ее можно через все проявлять. Через все. Чем бы вы ни занимались. Если вы обычный продавец, улыбайтесь всегда покупателям. Будьте милы, доброжелюбны, ласковы к людям. Внимательны. Вы увидите, как вы будете светить. И вас спросят когда-нибудь, почему вы такая или такой. Почему ты такой. Ты скажешь, да я вот христианин. Я вот Евангелие. Бог меня коснулся. Евангелие узнал. И все. Решил так жить. Верю в бессмертие. Верю в радость. Просто сам счастлив от того, что я такой. Вот я тебя вижу и я счастлив. Я дарю тебе благо. Могу вместо килограмма, кило двести наоборот. Вместо того, чтобы обвесить. Довешивайте всем, если можете. Или если это ваш собственный бизнес. Положите лишний помидорчик. Лишний огурчик. Вы водитель. Будьте вежливы. Будьте обходительны. Внимательны. Добры. Терпеливы. Обходительны. Благословенные. Благие слова. Не ругайтесь матом. Не курите в присутствии людей. Это все будет. Это весь позитив, который будет от вас изливаться. Это все равно влияет. Мы порой не знаем последствия своих действий, своей жизни. И я говорю, конечно, нам этого мотива часто не хватает. Что мы не знаем всего. Надо сеять. Сеять, сеять, сеять. Господь говорил, вот так. Метите во все, куда хотите. Где там камень, где почва, тоже вас не колышет. Как Павел говорил, взращивает все Бог. Но ты сей, ухаживай, ты старайся. Ты делай, что от тебя можно. А там Бог усмотрит. И поэтому каждый своим делом занимайся. Где бы ты ни был. Любое свое дело. К нему с любовью относись. К людям, если ты взаимосвязан. В семье, все это, конечно, надо вот так вот делать. Но опять же, я говорю, не забывайте, что на этой ноте остановимся. Когда это хорошие люди, а есть люди плохие. Есть средние люди. Ну, средние, вот к ним тоже надо как раз вот так относиться, как и к хорошим и к любящим нас. А вот к плохим уже, возьмем ноль. Одно в положительную. К этим людям вот так. А есть от ноля отрицательные. Меньшие там до обеснований. Вот об этом мы с вами поговорим. В другом видео, в другом ролике о любви к врагам еще раз. Как с ними себя вести. Всегда ли надо там улыбаться, или как, или что делать. Вот, чтобы никто не смущался. А то мы порой не понимаем, к сожалению, что такое любовь. Она очень проста к врагам особенно. Ничего сложного. Их любить еще проще. Их любить еще проще. Потому что надо их от себя держать подальше просто. А уже при случайности, как говорится, невозможности удалиться, да, там надо себя повести просто соответственно. Но об этом мы поговорим в следующем ролике. Все. Всех люблю, целую, обнимаю. Лепим ваши божественные жирные лайки. Кому полезно, отрадно, назидательно мое служение. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.